Сюда приехали, как мне сказали, самые успешные директора Украины. Это так? Да! Это так? Да! Да, я чувствую, это так. Спасибо. Очень хороший такой был. После ксала. Вы правильно сказали, вам нужны деньги. Когда иногда говорят, что... Кому нужны деньги? Поднимите руку. Так, посмотрите, пожалуйста. Хорошо, я задам вопрос немножко по-другому. Кто хочет зарабатывать так, как мы сможем? Поднимите руку. Так, еще раз. Кто хочет работать так, как мы сможем? Ребята, спасибо. Если вы обратили внимание на то, как выступали сегодня наши уважаемые коллеги, и Галочка, и ребята, и Саре, вы обратили внимание, как Саре сказала, если позволите, я немножко буду ссылаться на нее. Получилось так, что мы впервые в жизни с Саре здесь познакомились. Саре, спасибо. Это для меня большая поддержка, и думаю, для нас всех. Саре сказала, что она очень много работает. Ребята, это потрясающий успех и потрясающая работа. Ничего нового. Большие деньги не даются легко. Вы будете работать очень много. Я сейчас собираю буквально после Киева своих только бриллиантовых директоров. У меня будет очень жесткий разговор, очень простой. Вы бриллианты, это, безусловно, высокое положение. Но я знаю, что они хотят стать дважды бриллиантовыми, исполнительными, и я им скажу, на два года забыть сон! Я рекомендую. Нет, ребята, это не смешно. Это бизнес! Простите меня, если я говорю с вами резко, у меня очень мало времени. Я хочу вас просто подпитать и объяснить вам. Это бизнес! Я знаю, мне говорили, что на Украине директора очень теплые, очень человечные. Это великолепно, вам это пригодится. Но это бизнес! Я была потрясена, когда я узнала, какое количество людей. Визионе, в Амвее. Я никогда не ругаю другие компании. Это некорректные, не те аргументы. Но вам есть, что сказать людям! Потому что вы говорите правду! Поднимите руки, кто зарабатывает. Неважно, сколько! Поднимите руки, кто зарабатывает в Арифлейме! Посмотрите друг на друга! Посмотрите друг на друга! Вы все зарабатываете! Неважно, сколько! Кстати, очень интересный момент. Я тоже, как и вы, работаю в компании Арифлейм. Правильно? У меня та же продукция. Наверное, те же цены, тоже маркезинг-план. А мы зарабатываем по-разному. Почему? Может быть, дело не в нас? Может быть, дело в вас? Спасибо! Когда вы приглашаете людей на чашку чая или в бизнес, почему они к вам не приходят? Простите, что у вас за репутация? Ведь очень легко, если у вас репутация порядочного человека, придут к вам люди на чашку чая. Кто сказал да, нет? Сколько вы хотите зарабатывать? Вы знаете, это очень просто. Сегодня великолепно ребята говорили про цель. А какая у вас в жизни цель? Ребята, у меня цель огромная. И Саря работает 20 лет, сказала, она не достигла своих целей. Потому что они меняются. Вы знаете, простите, я не хочу, чтобы были слезы, но я действительно нервничаю. То, что я сейчас видела на сцене, за сценой, это Али Флэйн. Вы видели этот праздник? Вот прежде чем ребята так танцевали, сколько дней и ночей, сколько они репетировали, сколько часов, они улыбались. Кто из них болен, здоров, смех, они танцевали. Вот это называется профессионализм. Я приведу вам один, может быть, жесткий мой пример. Однажды я ехала на большую встречу в библиотеку Ленина. Буквально оставалось 10 минут до нашего выхода на сцену. И вдруг я получаю тогда сообщение по пейджеру. Томила, ваша мама, умирает. Ребята, я до сих пор не знаю, как я провела эту встречу. Вы знаете, потому что мой бриллиантовый директор, Тардач Ольга Сазонова, говорит. Ребята, вы что-нибудь заметили необычное поведение Томилы? Ребята, вы поняли, что такое профессионализм? Но, между прочим, это бизнес эмоций. Я хочу подарить одно, акцентировать одну очень ценную мысль. Сначала сердце, потом голова. Вы можете великолепно рассказать в маркетинге. Если вы как бы не зацепили человека, не вошли в контакт, ну маркетинг цифры, он же вам не верит. Я обратила внимание, когда у нас пошли с мужем большие деньги. Люди не верили. Я так нервничала. Ну я же говорю правду. Понимаете, их 100 долларов для них были гораздо важнее, чем мои нули. Значит, самое первое, это бизнес коммуникабельности. И чем вы коммуникабельнее, чем вы интереснее, если в результате общения с вами человек что-то узнал новое, вам поверил? Маленький секрет. Чтобы вам поверили, вы должны быть очень профессиональны, вы должны много знать. Извините за банальность, но чтобы много зарабатывать, надо много знать. Я все время читаю. У меня информация как в разведке. Мимо меня ничего не проходит. Анекдот, кино, встреча с человеком. Я учусь у новичков, у старичков, у кого угодно. Потому что мы все неповторимы. Есть что-то, конечно, общее, ценность, здоровье, дети. Но смотрите, у меня так же, как у вас. Две руки и две ноги. Одна голова. 24 часа в сутки. Дайте мне, пожалуйста, несколько ответов из зала. Как вы сами думаете, почему у нас разные зарплаты? Почему? Моги. Вы знаете что, ребята, по поводу мозгов. Хотите, я вам расскажу пример? Он в свое время меня очень сильно потряс. На самом деле, вот такой в Америке проведен эксперимент. Когда у спортсмена, абсолютно молодого, здорового парня, с его согласия, за большие деньги, привязали руку. Но я не буду на себе показывать, да? Целый год рука была в гипсе. Нормальный здоровый парень. Через год, когда руку, гипс сняли, его рука практически была атрофирована. Я утверждаю, что если вы не будете тренировать ваши мозги, то, по-моему, у России, Украины, все в порядке, да? Мы вечно с вами в боевой готовности. То курс, то правительство, то падаем, то поднимаем. Ребята, да? Я точно вам говорю, что такие результаты у нас с вами, потому что мы никому не верим. Господи, я понимаю, что идет запись. Я никому не верю, кроме себя. Я знаю пенсию моей матери, она врач, она дошла до Берлина. Ребята, я не знаю, как у вас, мне это тоже неприятно говорить. На 50-летие победы. Мать получила кружку, 100 рублей и какую-то там брошюрку. Не хочу. Я не хочу, когда мне будет там 70-80 лет иметь 100 рублей. Я сама зарабатываю. Дай Бог здоровья. Я. Я сама обеспечиваю своих детей цели. Вы знаете, иногда нас упрягает то, что мы говорим, все ли деньги, деньги, деньги. Я говорю, да. Потому что деньги можно использовать во зло, а можно использовать в добро. У вас добро, вы денег сделаете больше. Как-то мне кто-то говорит, что мне не нужны деньги. Я говорю, если вам не нужны деньги, идите к психиатру. Деньги нужны всем. Это во-первых, во-вторых, отдайте старикам, детям, инвалидам. Вы знаете, я разговариваю с Леночкой Кравченко. Она здесь сидит в зале, это московский координатор. Я не была вчера на директорской встрече в Москве. Лена сказала, что показали фильм про детей буквально на 5 минут. На директорской встрече. В зале стояла тишина. У детей текли слезы. Деньги. Ребята, у нас уникальная компания. Мы никого не обманываем. Мы зарабатываем сами. В этот бизнес мы приглашаем друзей. Может быть, я не совсем согласна с тем, что я слышала сегодня на сцене от лидеров. Это абсолютно нормально, как у бриллианта. У него много-много грани. Ребята, Али Флейн очень многогранный. Когда-то я сюда пришла, конечно, из-за денег. История до безобразия простая. Я, наверное, никогда это не забуду. Я расскажу вам пару историй, я уверена, что у вас свои тоже такие есть. В апреле 96-го года я пришла с малышкой с моим маленьким магазином. Наверное, все это уже знают. Может быть, нет, я не смогла взять килограмм фруктов. Это были бананы. Ребята, мне до сих пор об этом больно говорить. Может быть, чувство боли, когда все было защитно. За квартиру, с набойки, за дискистанции, телефон. У меня наступил взрыв. Понимаете, наступило чувство злости. Проверьте ваш момент. Я уверена, что это бизнес-эмоции. Вы знаете, иногда, когда я прихожу в зал, вижу какие-то сонные глаза. Я вспоминаю слова ребенка, если мы находимся не в России, когда она говорит, мамочка, а когда ты приедешь? Я говорю, я сейчас поднимаю ваши садницы. Это вы обязаны обеспечить ваших детям. Вы подарили жизнь. Так сделайте эту жизнь достойную. Почему я могу своим детям покупать фрукты? Я не хочу вам делать больно. У кого из вас дети учатся за границей? Почему? Кто из вас может отпускать глаза вниз не раз в году на день рождения? Хотит ребенка пойти в магазин и, чтобы вам ребенок не показал, купить? В зале очень мало рук. Но вы же знаете, что в Арифлейме можно зарабатывать, чтобы обеспечить себя и своих детей. Поднимите руки, кто верит, что в компании Арифлейм можно навсегда обеспечить себя и своих детей. Поднимите руки. Я благодарю вас, вы верите. Сегодня об этом было сказано со сцены. Первая вера сначала в себя. Я верю в себя. Я это могу. Я хочу вам привести один интересный пример. К сожалению, эта женщина не была в нашей компании, но это не важно. Меня просто потряс этот пример. В одной сетевой компании я была на празднике. На сцену выкатили женщину в коляске. У нее очень высокое положение в той компании. Она полностью парализована. Ребята, полностью, ни рук, ни ног. Не было слез. Она абсолютно спокойно разговаривала. И она говорит, вы знаете, не помню, сейчас 25 или 37, не помню, сколько лет. Она говорит, я знаю, что я никогда не уйду замуж. Я знаю, что у меня никогда не будет детей. Я не могу ходить. Естественно, за ней ухаживаю. Но вы знаете, Бог оставил мне глаза. Я вижу этот мир. У меня есть уши. Я слышу этот мир. Я могу разговаривать с людьми. И мой пример для них... Понимаете, это действительно потрясающе. Ребята, я не могу вас обижать, вы не мои директора. И я считаю, что вы преступники. Ребята, у вас есть руки, ноги. Вы видите этот мир, вы его слышите, вы можете идти к людям. Расскажите свою историю, мою историю, Саре историю, кого угодно. Галина, у вас есть живые примеры. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто из вас работает только в компании «Эльфлейм» и больше нигде... Вот компания «Эльфлейм» и единственная источник дохода. Спасибо вам, ребята. Это ваша большая вера. Есть еще одна вера, которую я считаю очень важной. Это вера в людей, которых вы приглашаете. Кто из вас слышал, «У меня не получится», «Я не верю», понимаете руки. Вы все это слышали так же, как и я. Есть интересный нюанс. Когда я разговариваю с человеком, когда мне человек говорит, «Я не верю», абсолютно нормально. То, что я нормально, то, что я говорю, то, что я не верю, все устали. Когда человек говорит, «Я не хочу», «До свидания». Ребята, вы меня поняли? Если человек говорит, «Я не хочу», если его устраивает, как он одевается, питается, брать Бога, это его выбор. В конце концов, уважает его выбор. Каждый человек имеет право выбирать ту же, в какой он достоин. Если человек говорит, «Я не верю», вы обязаны ему помочь. Он же вам поверил. Итак, вера в себя, вера в людей. Иногда в людей вы должны больше верить, чем они в себя сами. Ваша задача, как можно быстрее вывести человека на первые деньги. Я видела в глазах очень многих людей, когда они получали первые деньги. Есть у меня такая директор, Галина Воронина. Я не буду рассказывать, какая боль ее привела. Поверьте, мы все пришли в хорошей жизни. Поднимите руки, кто пришел в компанию «Рюфлэйн», потому что ну хоть что-то, чтобы в жизни изменилось. Хоть какой-то кусок хлеба. Ну понятно, да? В общем, причем нас с вами с вами знаков? Мы с вами выживаем, рассчитываем на себя. Я видела глаза Галины, когда она шла по советскому центру и держала в руках распечатку. Поднимите руки, кто знает, что такое распечатка? Да, что? И, вы знаете, глаза просто какие-то были остановившиеся, но я не стала ее беспокоить. Потом мне человек позвонил, я говорю, «Галочка, что случилось?» Это было 96-й год, нервные рубли. В общем, она подумала, что увидела 700 рублей, а там было 7 миллионов. Ребята, просто я знаю, какая была боль, я знаю, как она пришла. И вы понимаете, вот эти остановившиеся глаза, то, что потом она уже уже 5,5 лет зарабатывает там много-много нулей каждые полгода за границу, выведите человека на первые деньги. Что бы вы ни говорили про ваши деньги, это ваши деньги, но их 100 рублей, 100 гривен, извините, это их деньги. Дайте им почувствовать, что этот бизнес работает. Вера! Я своих людей довожу до уровня директора. Мы проделываем с мужем очень много экспериментов, и последний эксперимент, например, такой. Я знаю, что я не могу часто это бывает в других городах. Последняя группа, которую мы выращиваем 2-3 года, группа потрясающая, они выходят на 21%. Внимание! В первый день или в первую неделю! Вы представляете, что такое? Первый день или первая неделя? Меня вообще рядом нет! Мне очень нравится образ, о котором говорит мой муж, что мы берем в директора новичка. Это птенец. Не важно, сколько ему лет, национальность, профессия. Вы понимаете, это все не имеет значения. Имеет значение, кто человек. Берем новичка-птенца, выращиваем из него орла, отпускаем на свободу. Наша последняя группа это спецназ. За мной или без меня. Они абсолютно профессионалы. Они четко знают, что нужно делать, чтобы не случилось, а не умеют взять ответственность за себя и за своих людей. Ребята, сетевой бизнес, он удивительный, он требует очень много знаний. Я всегда говорю, что бизнес это битва. За людей. Индиктуальная битва. Она может быть на улыбке, но битва. Я уверена, что на Украине, так же, как и во многих других городах и странах, есть очень агрессивные, активные компании. Компании, которые работают очень агрессивно. Вы, знаете, не будем сейчас перечислять. Они что, мне и вас. Почему они работают агрессивно? Очень просто. Дайте мне, пожалуйста, ответ из зала. Почему есть компании, сетевой, которые работают очень агрессивно? Почему? У нас боятся. Ребята, ответов было очень много. Давайте я сейчас пока сама отвечу, потому что времени действительно не так много. Ответ простой. Нам с вами никого не надо уговаривать, что надо мыться. Правильно? Вот и при их продукции, и ценах, им надо уговаривать человека, что ему это надо. Ребята, обратите внимание, чем дороже цена или вход в компанию, тем агрессивнее работает компания. Правильно? Ну, я бы хотела вас немножечко как-то аккуратненько поругать, так любя, ребята, станьте более активными. Вы поймите, на Украине огромное количество людей. Они колеблются, они сомневаются, почему они попадают к ним. Вы слишком мягкие, вы слишком добрые. Позвольте, но мы занимаемся бизнесом. Это бизнес, это битва, это деньги. Уверяю вас, вас еще ждет, очень много испытаний. Деньги, очень большое испытание. Я видела, как меняются люди в результате больших денег. И вы знаете, когда сейчас мне человек нравится, я всегда говорю, дай Бог, чтобы вы были, какие бы вы не зарабатывали деньги, какие бы у вас не были погоны, дай Бог, чтобы вы были такими, каким я вижу сегодня. я точно знаю, что человек проверяется не только в беде, человек проверяется при больших деньгах. Обратите внимание, вы каждый день разговариваете. Поднимите руки, кто каждый день разговаривает? А кто не разговаривает? Ребята, вы знаете, уже с Ааром, мы тоже об этом говорили, что в этом бизнесе иногда очень важно уметь слушать, а не говорить. Потому что то, что скажете вы, вы знаете, а что скажет человек? Вы должны с ним разговаривать на одном языке. Вы должны взять его боль, его проблемы, его мечту. Потом из этих нитышек сможете выдергнуть. Подожди, ты сказал, что ты хочешь новую машину. Подожди, ты сказал, что тебе нужно помочь родителям. Ребята, понятно, да? То есть, чем живет человек, что он хочет? И постоянный контроль. У меня есть очень хорошее выражение, оно касается моей дочери в принципе бизнеса. Полная свобода при полном контроле. Я у своих лидеров подслеживаю все плотно настроение. Ну, еще, может быть, я задела так, папок на блок. Ребята, ваш внешний вид. Вам нравится, как я выгляжу? Не слышно. А сущного мужа, мы тут мне нравится, либо платья делаем, нет, тоже проблема. Когда я могу любое что одеть, он говорит, нет, нет, нет. Ребята, обратите внимание на ваш внешний вид. Поверьте, пожалуйста, имеет значение все. И цвет одежды, и ваша манера, и ваш голос, и ваш запах, и ваше причемство, и ваши глаза, и ваша улыбка. Ну, довольно глупо, да? В чем бы вы не были одеты, если вы говорите, у нас хорошее бизнес, здесь можно зарплатить. Что это такое? Где твои глаза, где твой лук? Я считаю, что мне в нашем бизнесе очень помогает то, что я бывшая пианистка, не бывшая, я люблю музыку, играю, тихо-тихо. Вообще, для меня, конечно, это удивительный бизнес. Я пианистка, дочь дипломата, и когда я пришла на эрфлайн, мне казалось, так это все дико. Но в нашем кругу этому не принято какие-то сумки-авойски. Теперь я понимаю, при чем эти сумки-авойски? Это бизнес, который тренирует мозги. И вот обратите внимание на ваш внешний вид. Это действительно все-таки так было, и так и есть. Встречают по одежке. Не обязательно, чтобы это было от Версачи. Я хочу сейчас вам предложить такой один маленький эксперимент по поводу коммуникабельности. Я не буду вам предлагать обнюхать соседей, это как бы не очень, наверное, у вас мизинчик есть? Покажите мне мизинчик. На секундочку. Вот, мизинчик, поздоровайтесь с вашими соседями. Вот, за мальчик, за мальчик. Нашли мизинчики, я не знаю, что вы ищете. Понятно. Хорошо. А теперь вы можете вот с другим соседом локоточками. Ребята, ну прилично, не надо опускаться. Я заказала локоточку, зачем локоточку? Чего там чешется? Да, да, хорошо. Ребята, и последнее. Я знаю, что вы долго сидите. Если вас не затруднит, вот первый ряд, вот те, кто сидит дальше, вот за вами, вот задний ряд, пожалуйста, вот плечиками, поздоровайтесь, вот плечиками, прикоснитесь к вашему соседу. Ну попробуйте, попробуйте. Вы должны все уметь. Я сказала, спецназ. Малый, кто вам на пути какая-то солнышка попадется, там вот, сейчас придет, адаптироваться к этому. Зачем вы на нее ложитесь? Нет, ребята, стоп, 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 стоп. Стоп, подчините, пожалуйста. Извините, извините. Я... Давайте любое какое-нибудь упражнение. Ребята, посмотрите в ваши друг друга глаза. Не трогайте никого соседей. Не надо больше никого трогать. Вот, ребята, вы запомните ваши рожи лица. И вот таким выражением лица вы... Здравствуйте! Понятно, да? Когда вы приходите в гости, вот такое же выражение. Не надо его трогать или ее трогать. Вас просто не поймут, особенно при первом контакте. Но то, что вы обязаны прийти к человеку с хорошим настроением, ребята, поверьте, это имеет большое значение. Более того, вы приглашаете человека в бизнес. Или она не верит. Через месяц вас встречает, а вы опять сияете. Через полгода встречает, опять сияете. И человек начинает думать, слушай, что это было бы. Вы же там на самом деле у меня не что-то в врачу. Ребята, ну это же так просто. От меня никто с его не уйдет. Я охотник. Если мне человек нравится, я буду год, пять. И я его заставу. И я... Ребята, это на самом деле требуется агрессия, улыбка, тепло, анекдот. Кто из вас знает мой анекдот про поезд? Поднимите руку. Да. Ну-ка, поднимите руку. Кто знает мой анекдот про поезд? Сейчас анекдот начну рассказывать. Ребята, ну я знаю, что вы знаете. Можно я расскажу? Он мне почему-то очень нравится. Потому что он настолько вот на тему дня. Итак, дистрибьютор, который все тренировался и тренировался, тренировался и тренировался. Он все решил, ну вообще он же решил стать Богом. Все, вот ему все хочется. Лучше всех, больше всех. Сел он в поезд, Максим Купб заходит к себе. Сейчас постучу. Смотрит там священник и дипломат и спорит, кто из них на земле главный? Ну, знаете, я вам расскажу, можно разве что-то? Ну, с меня чем-то поговорим с вами. Дипломат говорит, главное на земле это я. Хочу мир, хочу война. Священник говорит, нет, главное на земле это я. Я с моим Господу Богом разговариваю. Дистрибьютор говорит, главное на земле это я. Это я. Я Бог. Ну, они на него посмотрели, я думаю, Господу Божию. Говорит, не верите, ну выходите за мной. Они вышли, идут буквально в соседнее купе стуча, открывается дверь, Господи, опять ты. Другого, да? Это у меня. Если мне человек нравится, Господи, не Господи, да, это я. Здравствуй, как дела? Он же слышать меня не может. Ребята, может быть, я вам дам еще один маленький флот, потому что информации хочется дать много. Я знаю, что раз вы в Арифлейме, вас не надо уговаривать, почему мы в Арифлейме. Ну, просто, потому что мы сейчас с Мартой говорили. Посмотрите, я вам просто сейчас его быстренько продиктую. Когда вы разговариваете с человеком, ваша задача дать ему понять, что именно в Арифлейме он может призвать свое мечту, да, заработать деньги, показать весь мир, детям, путешествовать, я не знаю. Еще раз говорю, ваше внимание раскрыть душу человека. Это сложно. Время сложное, люди не хотят раскрываться. Что же вам сказать такому, чтобы вам поверили? Я не знаю. Может быть, вам не один раз придется встретиться за человеком. Иногда мы проводим встречу, мы не говорим слово Арифлейм. Но какая разница, что сказать человеку, чтобы подружиться? Итак, ваша первая задача, это с человеком найти контакт, подружиться. В любом случае, вы не обязаны быть друзьями, но то, что у вас должно быть право просто позвонить, узнать, как настроение поддержать человека, это однозначно. И так в разговоре с человеком, почему, например, я говорю, что на Арифлейм? Почему сюда приходить лучше? Дело в том, что когда я знакомлю с человеком, конечно, для меня не проблема задавить с кем угодно. Но в отличие от 96-го года, ко мне в первую линию попасть практически невозможно. Я-то очень хорошо знаю, сколько мне придется потратить нервов, времени, сил, здоровья, терпения, чтобы человек научить зарабатывать. Я иногда очень жестко говорю, вы не будете много зарабатывать, если я вас не научу. Правильно? В сетевом маркетинге у нас не обучали, не в школе, не в институте. Я тут так много скажу о информации. Я умею делать этот бизнес. Итак, кого я стараюсь приглашать в свой бизнес? Первая информация, конечно, это глаза. Но дальше автоматически, я как бы считываю информацию, это чисто профессионально, наверное, как просветки. То есть, как человек одевается, какой теплый, контактный, нервный, слезливый. Ну, это просто нравится, не нравится. Кстати, можете прямо подчеркнуть интуиция. Наверное, бывает, да, такое, вы взглянули на человека секунду, и вдруг симпатия, симпатия. Вы слово-то не перекинулись, да, нравится человек, не нравится человек. Развивайте, ребята, это чувство, поверьте мне, его можно развить. Я рекомендую вам очень анализировать все, что вы делаете. Тоже кто-то сегодня высоких директоров об этом говорит. Анализируйте ваш успех, анализируйте чужой успех, анализируйте любой успех и анализируйте недостатки. Первое, чтобы усилить, второе, чтобы не допустить. Обратите внимание, все ребята, люди, кто здесь выступали, это лидеры высокого ранга. И вы знаете, мне, наверное, хочется на секунду отвлечься и ответить Танечку. Ребята, она говорила о больших проблемах. Я не желаю вам проблем, но вы чувствуете, ее ничто не остановило, она закрывает блянтово, а у вас здесь рядом офис. Ну-ка поднимите руки, кто не бриллианты. Ну ладно, давайте я поставлю другую задачу, как вы так лихо отреагировали. Кто хочет стать бриллиантами? Хорошо. Кто знает, что нужно сделать, чтобы стать бриллиантом? Поднимите руки. Галь, ну-ка посмотри. Ребята, вот галочка, пожалуйста, встаньте, если я знаю много, галочка, это ты, пожалуйста. Галина Биллианова, ты, нет? Встань, пожалуйста, родина, встань. Ребята, это Галина Биллианова, ваш исполнительный директор, вы знаете, да? Галина, я прошу тебя, посмотри, пожалуйста, в зал. Ребята, поднимите руки, кто хочет стать бриллиантом? Спасибо. Галочка, сидите, буду. Второй вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что нужно сделать, чтобы стать бриллиантом директора? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну и почему делаете? Ребята, ну вы же знаете, вы же сами подняли руки. Спасибо, Галочка, садись. Ребята, и так трудности. Может быть, вам мало трудностей? Как-то я проводила встречи, кто-то сказал, Дамила, достал сильно когда мне перевели на странице я говорю ну когда тебе что течет по голове ударил чтоб может быть тоже как-то жизнь по голове ударил ребята мама трудности и так цели что вы в жизни хотите четко сколько стоит вы же знаете что все можно посчитать сколько времени потребуется на реализацию этих целей я бы могла сказать очень много интересных моментов те которые проходят меня в жизни если бы вы знали какие сейчас у меня цели вы бы просто сочли меня ненормально ребята поднимите руки кто знает сколько я зарабатываю да вы что откуда вы знаете читаете а еще читаете ребята читать надо много не только план успеха особенно чужой ребята вы должны много улыбаться здесь тоже об этом говорили должны быть очень положительные еще я хочу вас настроить что каждая встреча это битва битва за человека за команду вы должны уметь защищать команду вы должны ставить цели вы должны все контролировать здесь тоже об этом говорили поставили цель проконтролировать у кого из плана на ближайший год они написаны уэлли галочка проверили все говорят что у них есть план но я знаю как они говорят они мне тоже говорят ребята еще я хотела бы вам такую интересную мысль подкинуть вы знаете я горю вот я могу а сегодня ночью спать один час я бы вышла на сцену вы бы даже этого не заметили я могла бы несколько дней не спать я горю вот этот внутренний огонь постарайтесь пожалуйста не услышать красивую фразу постарайтесь как бы потом осознать то что сейчас вам скажу я об этом говорила но почему-то люди не хотят глубже смотреть чем слова возможности человеческой психики бесконечны я могу получить абсолютно все что я хочу я утверждаю что наши мысли имеют андрость материализоваться я хочу что хочу вы должны четко знать мечта сегодня очень хорошо и я это делаю я делаю это каждый день как пианистки мне это очень легко объяснить для того чтобы выйти что-то сыграть и часами 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 если один сетевой анекдот в лес пришел сетевой маркетинг знаете нет но последний кто там чему что-то же ждет за сэну то что сам пара не тут рассказать по-моему и так пришел сетевой маркетинг как говорит сама главная сетевиком леса спала я я сайт зверей всем пригожу обратите внимание ищите аналоги жизни леса говорит нет но он сетевиком леса вот я я сама хитрая на торпе кунцам придумка чего-то такое чего там нет за сетевой главной сетевиком леса буду я я быстрее бегу пока что чего я уже всех обе у всех всех эффект как вы думаете кто стал главным сетевиком леса попугай каждый день одно и то же но разным людям ребята можете мне поверить что я делаю абсолютно то же самое что я делала пять с половиной лет назад я разговариваю каждый день с разными людьми поэтому дай бог вам терпения потому что очень тяжело выслушивать какая наша компания лифлейб когда начинается ваша лифлейб это подходит и тяжелая там мог чищать еще что то вот так вот а теперь послушайте на самом деле что такое и эмоции узнать просто чтобы расслабиться на сцене я ушла от его моего ребенка на самом деле ребята глаза моего ребенка вот тогда когда пришла магазин не смогла здесь фруктов это была . перелома у меня в жизни что же за мать Если не могу обеспечить детей И теперь я с собой Часто на встрече Нашу одну фотографию Там сидит моя малышка За огромной тарелкой с клубникой Ну, замечательно, вы скажете Но маленький нюанс Во-первых, там очень хорошо видно, что это огромная клубника Которую она ест Это январь месяц Во-вторых, она ее ест в Америке Во-третьих, она ее ест на корабле миллионеров Ребята, вы знаете, если вы в 96-м году Мне рассказали, что у меня тут будут бриллианты Канара, Машина, Америка Я бы расплакалась и посчитала это очень неудачной шуткой Но я здесь, я перед вами Задумайтесь, пожалуйста, что мною движет Я более целенаправленная Я более трудолюбивая Я более злая Я более умная А может быть моя мечта больше Ведь вы же все хотите зарабатывать так, как я Задумайтесь, какого топлива вам не хватает Я позволю себе, не называя фамилии, рассказать этот случай Однажды мой муж разговаривал с одним директором У нас такая дама Для того, чтобы было поздно вторую ночью Обратите внимание, у нас бизнес свободный Но работа не полного суточная Он с ней разговаривал Но если он меня не слышит Он просто разговаривал с ней Как это сказать по-культурно? Языком нецензурным, да? Можно так сказать? Ну, грубо говоря, он с ней разговаривал матом Я говорю, как ты можешь? Это дама Он говорит, это не дама Это действительно Но самое удивительное было Когда на следующий день Она встречает моего лужа Говорит, Владимир, спасибо Я все поняла Я не знаю, какие методы вы будете использовать в вашей работе Ребята, понятно, да? Не знаю Кого-то кнутом, кого-то пряником Самое главное, мечта Почему сюда пришел человек? За денег? Сколько? Кстати, скажите мне, пожалуйста Сколько можно в рептайме зарабатывать? Сколько? Ребята, еще и чуть-чуть Сколько? Сколько? Спасибо большое Здесь прозвучали совершенно правильные ответы Сколько захотите Я позволю себе немножко консентировать внимание Что в этом бизнесе Ну, как в любой сетевой компании Очень важный товар спонсор Я даже шучу Знаете, есть такой анекдот Если хочешь посмотреть на свое жилое будущее Посмотри на тещу сегодня, да? Так вот, я утверждаю Если вы хотите посмотреть на ваши результаты в будущее Посмотрите на результаты вашего спонсора сегодня Если ваши результаты вашего спонсора вас удовлетворяют Понимайтесь выше Идите наверх В этом бизнесе, на самом деле Мы заинтересованы в результатах наших людей И правда здесь никто ни на кого не работает Мы заинтересованы в результате тех людей Которых мы приглашаем в этот бизнес Вы обязаны им помогать Скажите мне, пожалуйста Что у любого человека в этом зале есть А у меня нет И ни за какие деньги не будет Я не куплю нигде, никогда У вас есть, у меня нет Да что такое? У вас есть, у меня нет Да что такое? У меня нет, у вас есть Ребята, это правда Никто не посмеет сказать, что нам было легко Никто 23 апреля 1996 года я подписала контракт Если понять архивы компании У меня нет ни одного дистрибьютора Ни одного заказа Секрет прост Я не знала, что говорить людям У вас было такое? Когда вы приходили и не знали, что говорить Были слезы, были нет Ребята, что такое лидер? Мне бы очень хотелось акцетировать ваше внимание Что такое лидер? Я считаю, что лидер это человек Который по-другому думает На те события, которые мимо него происходят То есть возникло Вы знаете, я так аккуратно расскажу Том Шрайтер говорит Что вот, например, идет простой человек Увидел там на улице Увидел там на улице неприлично Что-то такое, да? Вот простой человек скажет Господи, почему это лежит? Да оно должно было убрать Да как его переступить? Да какие-то запахи Да грязь на улице А что сделает лидер? Ребята, вы меня поняли? Когда возникает какая-то проблема Надо просто ее решать То есть лидер это человек Который умеет принимать решения В любой ситуации Все вы знаете Мы прошли через кризис Было безумно трудно Вот где было испытание Людей, команды Ребята, мы не только восстановили Все свои группы Мы пошли дальше Самое ценное, что мы можем дать людям Это информация Некоторые говорят Что я колдунья Что я сидирую в зала Очень много я о себе что слышала Это неправда Может быть я люблю больше жизнь Может быть мне когда-то было больнее, чем вам Я не последствую сказать Чья боль была больше Моя или ваша Я точно знаю, что у меня есть две жизни Есть жизнь до рефлейма Когда я была живой офицером И сейчас Я хочу Пожелать вам Я хочу Если вы говорите так Программирую идею Я хочу пожелать вам Чтобы вы были счастливыми Красивыми Богатыми Так не пойдет Я сейчас вам буду что-то желать А вы будете хлопать Если вам это не понравится Значит вы будете еще сильнее хлопать Чтобы меня схлопнуть Хорошо? Итак, ребята Я программирую вас Ваш будущий бизнес Ваши детей Ваши семьи Но удачу Не слышу! На успех На любовь На здоровье На здоровье Программирую вас И ваших детей Спасибо! Сейчас Ребята, вы знаете Мне в этом бизнесе помогает Вот это вот Мне очень понравилось Ребята, последнее Мне в этом бизнесе Очень помогает Любовь Любовь моего мужа Милые женщины Приглашайте сюда Своих мужей Вам будет легче Я считаю, что женщина Это сердце Это любовь Это тепло Мужчины Это логика Математика Ну вы это все знаете, да? Ребята Мне очень помогает Любовь детей Любовь мужа Я прошу вас Встречайте Это мой муж Простите Я акцентирую внимание Это мой муж Я знаю Уже будет Вот честно говоря Меня иногда спрашивают Володя Вот Журнал все время Фотография Томила Все время Кто Томила говорит А ты где? Не задавались Таким вопросом Ни разу Вот я На эту тему Отвечаю так Есть такой анекдот Как Тарас Михаил Сергеевич Подошел к Райзу Максимунин И говорит Рай Вот ты вышел замуж за меня Сейчас ты жена президента А вот вышел бы замуж за вашу дворника Сейчас была бы женой дворника Она на нее посмотрела Она на нее посмотрела и сказала Не знаю Не знаю Может быть если бы я вышла за вашу дворника Он бы сейчас был президентом Это до сих пор Она на компанию Я засекал Жены нас делают Клянусь честное слово Если бы Томила этого не хотела Не было бы ничего этого Она просто очень сильно хотела И причем вы знаете Когда она открыла план успеха Она сразу почему-то посмотрела На последнюю страницу Она решила сразу посмотреть За что ее по максимуму Будет фирма благодарить Что надо сделать для того Чтобы взлететь на высшую ступеньку Сетевого маркетинга Больше всех продать Больше всех людей пригласить Что надо сделать Задумайтесь А оказывается всего-навсего Надо научиться самому этому бизнесу И научить всего На тот момент было всего 12 человек своих друзей Всего 12 человек И вы исполнительный директор Как-то раз В Екатеринбурге Ко мне подошла одна женщина и сказала Владимир Она еще в контракте подписала Как мне стать директором? Я говорю Хороший вопрос Потом спрашиваю А каким директором? Она говорит Хороший вопрос Как и вы говорили Золотым исполнителем На тот момент Я был Ну были Золотые исполнители Я говорю Ооо Вот на этот вопрос Очень легкий ответ Потому что Что нужно сделать По плану спекса Чтобы стать Золотым исполнителем Директором? Кто знает? Вырастить 20 20 Поубиваюсь Я не понял Вообще Вы работать сюда пришли Или музыку слушать? Я конечно понимаю Эфирон Красиво Концерт организует Тут песнопение На незнакомом языке Но вы зачем сюда пришли? Как вы можете зарабатывать деньги Если вы не знаете Клана маркетинга? Клянусь Сейчас и скоро На тот момент Когда Тамила Выполняла Золотого исполнительного директора Для этого нужно было Закрыть 24 20% группы Первого уровня Сейчас 22 Кому кто не знает Потому что Что-то слишком мало Золотых Исполнительных Директоров Фирма была Вынуждена Немножко понизить Вообще Интересно Кто должен Перестраиваться Мы под фирму Или фирма под нас Хороший вопрос Да? Так вот Когда мы с ней выяснили Что для того Чтобы стать Золотым исполнительным директором Надо закрыть 24 группы И протяжать их 6 месяцев Я сказал Для того Чтобы Вырастить 24 группы Надо пригласить Как минимум 24 человека Если вы пригласили Трех человек Как вы можете Рассчитывать Стать бриллиантовым директором А? Мы делаем по-другому Мы просто всем рассказываем Что надо делать А потом смотрим на результаты Так тест Делать надо Вот это Вот это Вот это Тест А потом смотрим на результаты Кто начал делать Кто не начал делать Кто обучаем Кто не обучаем После этого С кем мы начинаем работать? Правильно Остальные пускай отдыхают Вот Значит ребята Прежде всего Сегодня не один раз прозвучало Это прозвучало и Татьяна Кто помнит Первый выступающий Ну похлопайте Вам понравилось Ее выступление? Для себя много информации взяли? Да Полезное выступление? Да То что она рассказывала Это реально? Да Это можно сделать? Да Так как Так почему? Работа Когда мы с нами приглашаем людей в Арифлейм Мы приглашаем их зарабатывать деньги Мы приглашаем их на работу А вот скажите мне пожалуйста Вот знаете Вот когда человек идет Устраивается какое-то совместное предприятие Еще чего-то Даже сомнений нет Что надо по 8 часов Каждый день Уделять работе Скажите мне пожалуйста Кто из вас Каждый день По 8 часов Выделяет Арифлейм? Поднимите руки Так вы пришли сюда работать Или музыку слушать? Можно делать эту работу Один раз в час Можно делать эту работу Один раз в день Можно делать эту работу Один раз в неделю Можно делать эту работу Один раз в месяц Можно один раз в год Результаты будут разные Как-то раз мне одна женщина говорит, Володя говорит, вот я работаю, работаю как вы А вот есть еще там одна женщина Она работает чисто на объявлениях Она просто регистрирует людей В следующем месяце она опять регистрирует людей, те уходят Но она знает, что в следующем месяце она опять регистрирует людей У нее каждый месяц зарплата Я говорю, наверное, буду так же, как она работать Я говорю, я не понял Ты хочешь работать, как она, или зарабатывать, как я? Это работа, это приятная работа, делать других богатыми. Это благородная работа, помогать людям найти себя в жизни. Это благодарная работа. Мне она нравится. Мне она очень нравится. Но этой работе надо не учить в школьном институте. Этой работе надо учиться. Как учиться? Где учиться? У кого учиться? Кто знает? Кто знает? Учиться надо у тех, кого получается. Хочешь быть стройным? Учись у стройных. Хочешь быть богатым? Учись у богатых. Хочешь быть умелым? Учись у умелых. Есть такая пословица, что даже карлик видит дальше, чем великан, если он стоит на плечах великана. Этому бизнесу надо учиться. На самом деле это бизнес, на самом деле это целая наука. Очень много книг написано. И вы знаете, вот сегодня уже Андрей уже называл даже авторов книг, которых он рекомендовал бы почитать. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто записал авторов? Понятно. Остальные что здесь делают? Возьму слушали. О, уже-то я вновь появился. Значит, дело в том, что, ребята, это вообще-то грустная статистика, это мировая статистика. Потому что, вы знаете, это уже не один раз поднимался такой вопрос, что выступает на сцене миллионер. Миллионер. И говорит во всеуслышнее, что я стал богатым благодаря тому, что прочитал вот эту книгу. И там же задается вопрос. Как вы думаете, сколько людей из этой аудитории прочитают эту книгу? Пять. Пять процентов. Вот закончится сегодняшняя встреча. Кто-то отсюда выйдет и скажет, я все понял, я сейчас все буду делать по-другому. Или наоборот, подлучишь подтверждение своих идей. А кто-то скажет, ничего нового не услышал. Это жизнь. Оно так и будет. Но я просто хочу, чтобы как можно большему количеству людей, каждая сегодняшняя встреча, оказалась полезной. Чтобы как можно большее количество людей... Да, кстати, вы знаете, как-то раз в Россию приезжали американцы, они так, народ уже и крамотный, они давно уже работают таким бизнесом. Вот. И вот там встреча проводила, проходила где-то с 10 утра и до 7 вечера. Без перерыва, без ничего. Вот. И под конец народ уже заснул, откровенно заснул. Вот. А ребята опытные. Вот поэтому, когда где-то часов в 5 вышел очередной лектор, он сказал, ребята, говорит, встаньте, пожалуйста. Там одна треть зала встала. Он еще раз к зала обратился и говорит, ребят, встаньте, пожалуйста, но я вас прошу. Еще одна треть зала встала. Одна треть убитая. Наповал, спит. После этого он сказал, знаешь, что я вас попрошу? Националист, пожалуйста, под сиденье, под стул посмотрите. Там народ зашелестел, и вдруг из одного конца зама такой голос возгласил. Доллар. Потом из другого. Доллар, 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 доллар. Он оказался просто перед началом встречи под стулья наклеил долларовые бумажки. Десять долларов в разных местах. Все вскочили. Когда он посадил людей, он сказал очень интересную фразу. Ребят, какой вывод можно сделать за этой ситуацией? И сам же продолжил. Под сидячую задницу доллар не подсунешь. Хорошее настроение, хорошее отношение. Хорошие люди, добрые люди. Вы знаете, есть такой анекдот. Встречаются две подруги, одна другая говорит. Дана говорит, путевку выиграла на Канары. Я говорю, что ты говоришь, потрясающе. Я там себе такого друга нашла. Так время отлично проведено. Что ты говоришь, потрясающе. На следующем году опять договорились вместе поехать. Он говорит, что ты говоришь, потрясающе. Ну а ты как живешь? Он говорит, а я вот в Reflame хожу. А что такое? Ну там деньги учат зарабатывать, вообще к жизни по-другому относиться. Так, ну просто так, спокойно, доброжелательно. Вот недавно у нас тренинг был. Нас там учили вместо слова «не ври» говорить «потрясающе». Ребята, вы знаете, честно говоря, на самом деле очень много хотелось сказать. Очень много хотелось сказать. Потому что, вы знаете, всегда так получается, что своя боль, она больнее. И вместе с тем мы тоже забываем, что в это же время рядом с нами живут люди, у которых еще хуже дела. Вот мне просто очень нравится «Огмандина». Кто читал «Огмандина»? «Ключ к лучшей жизни». Кто читал «Ключ к лучшей жизни»? Там есть очень хорошая молитва. Хотите, я вам ее прочту? «Огмандина». Там я начал ее уже буду цитировать. Сейчас немножко остановился. Смотрите, какая интересная вещь. Называется она «Прости меня, Господи». Сегодня я видел в автобусе прелестную девушку с золотистыми волосами и милым лицом. Сначала я позавидывал ей, она выглядит такой веселой, жизнерадостной. Когда же она направилась к выходу, хромая на костылях, я увидел, что она одноногая, но проходи мимо, она улыбнулась. «Прости меня, Господи, мое нытье, ведь я на двух ногах и целый мир передо мной». Я зашел в лавочку купить пироженок. Принялся на это стоявший за стойкой. Понравился мне, я поговорил с ним. Похоже, он был рад случай побеседовать. Когда я уходил, он сказал «Спасибо, вы были очень добры, видели дело в том, что я слепой». «Прости меня, Господи, мое нытье». Я могу видеть целый мир передо мной. Проходя по улице, я заметил мальчика с голубыми глазами, который стоял и смотрел, как играют другие ребята. Я подошел к нему и спросил «Почему ты не присоединяешься к ним?» Он взглянул на меня, и я понял, что он глухой. «Прости меня, Господи, мое нытье, ведь я могу слышать целый мир со мной. У меня есть ноги, чтобы идти, куда я хочу. У меня есть глаза, чтобы видеть утреннее золью. У меня есть уши, чтобы слышать пение птиц. Прости мне, Господи, когда я ною. Я же благословенный, целый мир передо мной». Вы знаете, на самом деле в этом бизнесе очень важно иметь пять убеждений, пять систем веры. Они описаны, очень хорошо описаны в книге Калинча «17 секретов мастера». Он там говорит, одна из условий веры, обязательное условие для успеха в этом бизнесе – это вера в себя. Это вера в себя, непоколебимая вера в себя. Вы знаете, мне одна женщина как-то рассказала перед началом марафона, она произнесла такую речь. Она говорит, ну, такую мысль высказала. «Болосик, ты понимаешь, когда я иду к людям, я знаю, что у меня есть, что сказать. Они, правда, еще об этом не знают. Но я для них полезна, у меня есть, что им принести. И только от меня зависит, сумеете ли вы набраться опыта, сумеете ли вы набраться смелости, сумеете ли вы набраться умения донести до них то, что есть у вас. У вас есть, что принести, ребята, поверьте мне. Арифлейм – это очень серьезно, арифлейм – это очень мощно. Это очень надежно. Вера в себя. Тоже анекдот. Два клюзина встретились, один другому говорит. «Ты, козел». «Что? Я козел? Если я козел, ты два раза козел». «Я два раза козел. Если я два раза козел, то ты три раза козел». «Я три раза козел. Если я три раза козел, то ты четыре раза козел». «Я четыре раза козел». «Если я четыре раза козел, то ты пять раз козел». «Я пять раз козел. Если я пять раз козел, то ты вообще не козел». Он говорит. «Что? Я вообще не козел?» Вера в себя. Вы-то знаете, что вы не козел? они не знают а вы знаете вера в себя вера в людей вера даже больше чем они сами в себя верят потому что смотрите я говорю у тебя получится не получится я его не умею умеешь я не смогу я говорю сможешь он не верит а я в него верю больше чем он сам себя верит представляете я не занимался этим бизнесом гру давай вместе начинать даже не повод этим не заниматься вера продукцию вера в продукцию ребят как вы думаете если бы саря не верил в нашу продукцию смогла бы на 20 лет в этом бизнесе работать и страна теперь какая финляндия вы знаете вот когда мы были на заводе нашим варшаве мы там видели стеллажи на котором было расписано по каким странам ходят продукции из варшавы оказывается весь мир снабжается с одного и того же завода и сама швеция тоже финляндия швеция да не португалия норвегия ликобритания это страна очень хорошо живут они могут себе позволить там очень хорошо зарабатывать люди могут позволить пользоваться любой косметикой мира и франции италии америки чем угодно почему-то не пользуется арифлеймом вообще представляете о чем вещь продукция вера в себя вера в людей вера в продукцию моя продукция нужна людям и самое интересное что со мной или без меня люди все равно пользуются продукции вопрос если мы с вами пользу не превратим в организованное для нас появляется возможность зарабатывать деньги люди все равно пользуются губной помады он в россии 146 миллионов и у всех губы есть вера себя вера в людей вера в продукцию вера в компанию это вы знаете честно говоря вот для нас там было бы очень важно поехать на первую международную конференцию когда мы увидели других людей из других стран которые с фирмы арифлейм уже большее количество лет чем мы с нами зарабатывают деньги каждый из вас каждый из вас является свидетелем что вы видели человека который с этой фирмы уже 20 лет зарабатывает деньги без перерыва кажется нужны ли еще слова нам с вами повезло мы с вами нашли компанию с которой можно зарабатывать 20 лет да кстати это прошли а в будущем сколько лет как вы думаете когда рефлейм пока люди мыться будут нам работы хватит вы знаете как-то раз когда были южноафриканской республики кто-то из менеджеров нам рассказал такой случай что как-то раз президент компании пепсикола 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 или а кофреш пепсикола сказал так если на сегодняшний день сгорят все мои заводы я приду в любой швейцарский банк и скажу я президент компании пепсикола дайте мне кредит на полтора миллиарда и мне дадут под одно имя дадут потому что имя очень многого стоит так вот имя рефлейм тоже очень дорого стоит эта компания которая работает уже 30 сколько лет 30 скоро будет 5 лет эта фирма которая работает в скольких странах вы знаете ребят вот честно говоря как вы думаете вы все знаете курс доллара и курс внутренней гривны да как вы думаете это рефлейм украины такой мощный богатый что может можете позволить работу по курсу ниже центробанка ведь эти гривны они потом меняют по курсу центробанка и расчет со швецией как вы думаете это рефлейм украины такой богатый и сильный или это рефлейм интернешнл за счет работы в других странах можно себе позволить работать в Украине по таким ценам вы чувствуете кто наш партнер вы ощущаете кто наш партнер вы вообще осознаете с кем вы связались фирма фирма на которой работает человек которого вы знаете которую вы знаете который уже 20 лет ежемесячно из месяца в месяц из месяца в месяц зарабатывает деньги и фирма все выплачивает она только сейчас сама сказала да каждый месяц вы вообще представляете что у вас есть предложить вашим друзьям вашим знакомым вашим родственникам бизнес который не стыдно пригласить даже друзей нехай зарабатывают у нас просить не будут утрожки знаете ребята честно говоря вот со всеми данными рассказали историю которая произошла во Франции имела место во Франции значит там есть метро в Париже там очень очень много станций но почему только на одной из этих станций все время происходило самоубийство станций много а самоубийство все время на одной начали исследовать почему и нашли потому что оказалось что на этой станции напротив одного из туннелей висела табличка выхода нет люди приходили на эту станцию а перед этим они женой поцапались а там табличка выхода нет люди приходили с начальником поругались приходят там табличка выхода нет от человека возлюбленного ушла он пришел на эту станцию спорит а там табличка выхода нет дальше продолжать вот сняли эту табличку и все нормализировалось вот очевидно кто-то в Москве в метро тоже очевидно слышал эту историю потому что сейчас вот на многих станциях метро в Москве висит плакат на котором изображена женщина в красной шапочке который стоит вот так вот рисунок зрителям вот так вот показывают рукой пальцем а там нарисован эскалатор уходящий вверх в белую точку и надпись через весь плакат выход есть выход есть есть выход оказывается можно в наше дурацкое время зарабатывать деньги ни у кого ничего не просять никого не обманывай и ни от кого не завися и у вас есть что предложить вашим друзьям и у вас есть что нести людям потому что на вас на самом деле возложена миссия миссия просветительства миссия нести людям возможность зарабатывать деньги миссия делиться с ними своими знаниями но для этого надо их приобрести сначала клянусь честное слово учиться над этому бизнесу у кого учиться еще раз у вас есть успешные люди или это только там в Финляндии и в Москве прямо здесь и вы этих людей знаете у нас есть что сказать мы уже столько шишек набили мы просто рассказываем как надо делать чтобы кратчайшим путем идти к результату кратчайшим путем после встречи ко мне подходит один человек и говорит Владимир мне очень нравится все что вы говорили я буду делать все по-своему я говорю нет проблем имеешь право через месяц я встречаю этого человека я говорю как дела он говорит пока никак но у меня все будет я говорю не правда через два-три месяца опять встречаюсь я говорю как дела он говорит не понимаю не понимаю что тут не получается теперь на то случится как-то раз ко мне походит человек и говорит Владимир вот такой вопрос есть я ему отвечаю на вопрос он мне задает как уточняющий вопрос я ему опять отвечаю он мне задает еще раз уточняющий вопрос я ему опять отвечаю знаете что он мне сказал после этого спасибо Владимир мне очень понравилось с вами спорить я ему посмотрел и говорю а зачем со мной спорить со мной не надо спорить потому что то что я говорю подтверждено нашими остальными результатами и результатами огромного количества людей которые пошли за нами ребята с Алексеем с Галиной с Владимиром не надо спорить вы сначала достигнете того что они потому что как-то раз проводили тоже большую встречу уже в Омске по-моему там одна женщина что-то так вот она там мешала мешала она все крутила все это самое все звуковать я говорю женщине если вам неинтересно выйдите она стоит быть я не выйду говорит потому что он говорит какую-то встречу проводит у нас мотивируете 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 а то не так все делают я говорю не знаю я делаю это как я делаю у меня получаются такие результаты вы делаете по-другому правильнее ну давай покажите ваши результаты как-то раз я упал в группу психологов это вообще урок ангел я им слововали мне 10 я им слововали мне 10 ну я в конце концов победил ну встреча закончилась один из них подходят Владимира скажет пожалуйста какие курсы заканчивали я говорю в каком смысле он говорит ну психологический курс такие и заканчивая я говорю я не заканчивал курс ну как же не заканчивая когда вы пользовались элексоновским гипнозом раз этим гипнозом два там еще чем-то еще чем-то я думаю ни фига себе сколько я знаю а потом я им сказал классную вещь я говорю ребят понимать это вы психологи все знаете как войти как поздороваться как подойти к человеку как ему задать вопрос. Я говорю, ничего этого не знаю, я просто это делаю. Дело в том, что я прочитал у Большого Элла такую фразу. Он говорит, в этом бизнесе очень много направлений работы. Вам обо всех них надо знать. Но вы для себя должны выбрать то, что у вас работает. Конкретно у вас работает. Потому что есть в этом бизнесе люди, которые классно работают листовками. Которые классно работают по телефону. Которые классно работают холодными контактами. Которые классно работают домашними встречами. И каждый из этих методов имеет место быть, имеет место, право на работу. Он говорит, дело в том, что мой спонсор, Большой Элл говорит, мой спонсор классно работает по телефону. Но если бы мне сказали, что здесь можно работать только по телефону, я бы, говорит, скорее всего ушел бы. Потому что когда телефон звенит, я просто вздраживаю, как будто бы змею увидел. У меня, говорит, хорошо получаются домашние встречи. Не знаю, говорю, почему. Потому что, может быть, я их люблю кушать хорошо. Вот. И вы знаете, на самом деле, просто вам надо знать все эти методики, для того, чтобы выбрать ту, которая работает у вас. Потому что, на самом деле, в этом бизнесе мы подбирали себе окружение, достойное нас. Потому что в этом бизнесе получается очень интересная вещь, что подобное притягивается, разноподобное отталкивается. Потому что мы уже не один раз замечали уже, что если спонсор добрый, то вся его организация добрая. Если спонсор – должник, то вся его организация – должники. Если спонсор – сволочь, то вся его организация – сволочи. Самое интересное, они между собой находят язык. Я хочу провести такую мысль. Я хочу сказать, что каждый из вас... Вы знаете, честно говоря, когда шведская фирма «Арифлейм» задумывала этот бизнес, она задумывала свой шведский «Арифлейм». Когда они пришли в Россию, они получили совсем другой «Арифлейм». Они получили русский «Арифлейм». Когда они пришли в Казахстан, они получили совсем другой «Арифлейм». С их традициями, с их обычаями, с их порядками, с их черепитиями, с их семейственностью. Это был другой совершенно казахский, казахстанский «Арифлейм». Когда они пришли в Украину, они получили совсем другой эрифлейт. И каждый из вас получит, построит тоже свой эрифлейт. Именно такой, каким вы его хотите. Именно такой, которого вы достойны. Представьте себе куб. Вот каждый из вас представьте себе куб, хорошо? Так, все представили? Так, а теперь я попрошу несколько ответов из зала. Меня интересуют три вопроса. Первое. Цвет куба. Стоп, 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 стоп. Я буду конкретно показывать пальцами, будет по одному человеку. Мне интересуют три вопроса. Цвет, размер, материал. У кого есть куб? Ваш куб. Цвет, размер, материал. Синяяя. Синяя. Синяя. Больше зала. Материал, материал. Есть. У кого еще зал? Цвет есть? Квашку. Размер. Размер. 30. Отлично. Так, там есть у кого-то куб? Ваш куб? Синяя. Размер. Материал. Синяя. Стреляет. Yes. Так, в задницу автобуса. Ой. Это у нас просто был такой случай, это самое, во Франции. У нас там Питер из Круб в России, и вот он по-русски плохо говорит, причем он-то немножко бравирует. Кто-то в конце автобуса закурил, и передней попросили, чтобы он передал, чтобы там курили. Он взял микрофон и говорит, кто там курит с задницей автобусной? Так, цвет, размер материала. Так, еще рядом. Размер материала. Леша, твой куб. Небесный, галактика и звезды. Вау! Там к концу есть кубы, нет? Так, хорошо. А вот теперь задумайтесь о такой вещи. Я сказал... Ребята, самое интересное, что когда человек больной, когда он расстроен, кубы маленькие и черные. И железные. Чем лучше у людей настроение, тем больше кубы, тем они более ярких цветов и тем они прозрачнее. Вот задумайтесь, что вы сегодня вынесете из этого зала. Потому что обратите внимание, я сказал только одно слово. Куб. Но у каждого из вас был свой куб. Я сказал только одно слово. Счастье. Но у каждого из вас будет свое счастье. Я сказал только одно слово. Арифлейм. Но у каждого из вас будет свой Арифлейм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok